Сегодня я работаю не один. Что мы сегодня будем делать? Я не знаю. Мы немножко отойдем от темы утепления и вернемся в тему отопления. Потому что я взял опять чудо-прибор, надо делать оставшиеся радиаторы. Для конвектора нужно спаять линейку из санузла на лестничный марш. Ну и многое-многое другое, поэтому оставайтесь с нами, смотрите, скоро будет интересно. Ну а мы начинаем. Итак, пока Женя у меня занимается серьезными вещами, то есть чистит снег на входе. Я вам расскажу то, что мы делали с вами в предыдущем видео по отоплению. За это время на канале появилось очень много новых зрителей, и поэтому я хочу обновить в памяти для всех. Итак, в прошлом видосе мы сделали выходы из стены для подвода радиаторов панельных. Дальше с нашим зрителем мы сделали еще дополнительные трассы. Я начал уже без вас стелить сетку, но не всю. И вот сегодня наша задача доделать те радиаторы, которые мы не успели доделать. Подключить. О, Женя, а я всем рассказываю, что ты у нас снег чистишь, а ты там в телефоне залипаешь. А я уже почистила. Подключить конвектор на лестничном проеме и все это дело запитать коллектору. Вот. Вот сюда. А? Конвектор. Нет, там конвектор, тут коллектор. Все надо делать по очереди, поэтому начнем мы с трубочек. Кстати, один момент, который сразу хочу сказать. Вот эти трубки мне обошлись по 850 рублей. Вот эти трубки мне обошлись по 400 рублей. Уже просто глядя на внешний их вид, я не вижу вообще никакой разницы. Так, ну все. Я сейчас напиливаю их. Вы смотрите. А потом мы будем их устанавливать. Я в прошлом видео уже говорил, советую использовать эти штуки. Это классная вещь. До того, как я отпилил, я говорил, что они совершенно одинаковые. А сейчас мы видим, что одна прям желтая, а другая металлскоростная. Скорее всего это медь. И кто еще желтый металл второй? Ну и по-моему еще в толщине металла тоже есть какая-то небольшая разница. Но не факт. Вот это было стаут, а это было аквапрофи. На, перележай. Тебе же это очень нужно уметь, да? Прибавляешь, прокручиваешь. Только очень немножко прибавляйте, чтобы стенка не завальцевалась. Потому что когда прибавляешь сразу много, происходит такая проблема. Вот эта стенка, да, заминается внутрь, и у меня такие есть примеры. Самое сложное во всей этой конструкции, это только начать. То есть первую завальцовку сделать. Потому что можно с метки слететь. Поэтому если ты правильно вот здесь сделала вначале, видишь, вот все, хоп, зацепило, и крутишь. Раз. На. Девушка на стройке называется. Как будто это прям какая-то новинка, какое-то прям вот новшество, что девушка на стройке. На самом деле, Женя тут уже пораженный специалист. Ну, только летом. Я видишь, как сделаю? Я просто одной рукой держу. Ну, я понимаю. Оборот делаю и прибавляю потихоньку там. И, скорее всего, это и самая правильная вот систематика. Система. Система. Пусть будет. Нет такого слова систематика. Друзья, есть такое слово систематика или нет? У нас сейчас споры с женой начнутся ожесточенные. Вот, смотри, хоп. Есть слово хоп? И остается последнее. На, добивай. Нет, ты не закрепи. Ах, ты какая. Вдруг там что-нибудь съедет. Один важный момент. Сразу же после того, как отпилили, я советую одеть колпачки. Это называется концевик по-другому. Одеть нужно обязательно, чтобы не забыть потом. Потому что сейчас мы развальцуем основание трубки. А я не могу. Она не одевается. Одевается. Она немножко туда-сюда. По туда-сюда кочет. И теперь, смотрите, берем резиночку. Ты мне какую-то неправильную дал. У меня не налазит. Не может быть такого. Главное, чтобы резинка не выкладывала вот здесь. Это важно. Да я поняла, он у меня в резьбе уже не налазит. И он как-то налез. Ну, должно быть туго. Это же водопровод. Ну, а, вот, все, поняла. И теперь резинка, чтобы не слетела. Не слетела резинка, все нормально. Ну, так копаем. Потому что если она хоть немножко слетела, то там может быть течь. Вот так, вот, натянули. Вот так, пока вот так. И теперь развальцовка. Развальцовку мы делаем просто отверткой, потому что специального оборудования у нас не имеется. Приходится изобретать из подножного. Переберем и поехали. Ну, надо сказать, это работает. Вот, и далее. И, кстати, хорошо, что я отвертку закрыл изолентой. Вот и все. И так будет со всеми. Так, теперь пока Женя снова чистит снег. И я снова делаю полезные дела. Вот так отпиливаем. Но прежде чем отпиливать, нужно открутить вот это крепление, отдогнуть их, немножко проштробить получше. И потом мы опрессуем систему. Мы впрессуем трубки. Да? Вспоминаю, сколько времени я потратил на эту работу в первый раз. Сегодня же на один радиатор уходит не более получаса. Воистину правильная поговорка. Не боги горшки обжигают. Уверен, эти навыки еще не раз мне пригодятся в жизни. Помнишь, рекомендуем, что мы будем пользоваться смазкой? Да. Так вот мы будем. Вот, видишь, как она работает? Угу. Она расширяет дырочки. Очень важное задание – это одеть вот эти штуки. Одеваем. И одевается она вот этим натяжным кверху. Раз. Понемножку. И каждый раз поворачивая на 30%. Крадусы. Все? Да. Прям. Все до конца, да? Трубочка, да, прям до конца. Так, раскрываем. Вот так. Теперь туда ныряем. И шикардосно. Да? Угу. Берем бинокль и затягиваем. Ты его прям руками затягиваешь? Ну, я его не затягиваю сейчас ключом, потому что… Ну, понятно. Могут быть какие-то исправления. Потом, когда надо будет, мы настроим вверх, вниз. Так, проверяем расстояние. И оно у нас 7, 7,5, 8. Сколько хочешь, можно сделать. Так, и последнее, что нам остается, это закрыть краны, чтобы сюда ничего не попало. Для этого здесь есть специальные повороты. Вот, смотрите, вот сюда сейчас, смотрите. Закрыли. Давай. Теперь, смотри, все по старому сценарию. Колпачки. Все готово к работе. Как говорится, повторение мать учения. Поэтому еще несколько раз посмотрите, и уже профессионально будете делать. Две думаешь сразу делать? Конечно, сразу. Ну да, они так-то на холоде не сужаются пока. Поэтому можно и сразу все делать. Так, друзья, сразу в преддверии ваших вопросов, сразу скажу, сегодня температура 0 градусов. Поэтому я взял жму сегодня. Это первое. И поэтому мы работаем сегодня над утоплением. Это второе. Так, настроить можно только сейчас. Вот так, давай. Говори там, что. Идеально. Идеалочка. Идем вторую. Вторая будет вот так. Вот сейчас можно править. Давай. Ну, вот так, наверное, да? Так и будет. Характерный звучок. Все, да? Так, силу вверх мы раз поднимали. Смотри, я уже голыми руками делаю. А вам я хочу сказать, что вы не переключайтесь. Впереди мы будем еще немножко паять. Хоть вы меня и будете ругать за это. Дальше, что мы делаем? Нужно вот этот конвектор подцепить к коллектору. Для этого были приобретены, ну, конечно, с такими гусаками. Никогда не берите это. Просто я не посмотрел, а мне их продали. Сейчас я их накручу. Потом на них американочки. Все это будет на 20. И все это у нас пойдет в ту сторону. Ну, а я все это должен спаять. Сегодня тепло, и проблем никаких нет. Прежде чем трубы резать, я буду их еще подогревать. Поэтому не волнуйтесь за то, что где-то что-то треснет. Я опытом уже научен. Ну что, предлагаю посмотреть, как мы это будем делать. И впереди нас ждет еще одна работа. Ну, дальше о ней узнаете. Оп-оп. Отлично. Класс. И внутри классно. Классно. Все, и тут смотри. Можно даже так еще пальчиком. Хоп. Предварительно эта у нас конструкция будет выглядеть как-то вот так. Сейчас я сделаю прямые и опять повороты сюда, в трубу. И здесь уже надо будет надевать гофры. Дорабатываю штрубы под прокладку трассы. Убираю весь мусор и делаю разметку. Отлично. Режем. А для чего это? Установленные трубки нужно закрыть шубкой. Главная ее задача принять на себя все влияние линейного расширения и уменьшить теплопотери при движении теплоносителя к конвектору. Скоро я проведу опрессовку стены, но сначала нужно дождаться устойчивых положительных температур в доме. Нам еще надо сетку довязать сейчас по первому этажу, чтобы уже теплые полы начать разматывать. Сейчас я это допинываю и сделаем. Сегодня, общаясь со сшитым полиэтиленом уже на ты, я многое пересмотрел в теме водопровода. Кто знает, возможно, если у меня останется лишний шитик, я позже поменяю эту трассу на него. Пелен выглядит очень даже достойно на стене. Скоро вы все увидите сами. И вот так эта красота получается. Мне нравится. Вам как? Как ровненько и красивенько. А там друг под другом пойдут. Подача и обраточка. И все. Мне нравится. И она вот так подойдет. Все. Понял. Я понял. И склеиваем. Сейчас так впаиваемся. И все. И оно у нас вкручивается прям идеально. Убирай. Ровно, 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 ровно. Убирай. Хорошо получилось. Все, я могу их зашлепнуть. Смотри. Раз. Два. Опять считаю. Смотри, как классно. Ровненько, прям как... Как надо. Знаю, что вы против, друзья, полипропилена, но для опыта это нужно. Переделать никогда не поздно. Видите, я ничего скрытого вообще не сделал. То есть, везде можно добраться до трубы совершенно без проблем. Обраточка, подача. Супер. Братцы, пока я увлеченно режу сетку по форме стен дома, осмелюсь попросить вас поддержать выпуск, поставив лайк. Поверьте, этим вы очень мотивируете меня на создание новых серий. Так как именно по лайкам и комментариям я вижу ваш интерес к этому сериалу. Сейчас я вижу немой вопрос. Зачем изолента? Есть же пластиковые стяжки. Объясняю. Изолентой вязать очень даже несложно. Даже, сказал бы, быстро. А широкая лента закрывает все острые концы сетки от повреждения трубок теплого пола. Для тех, кто только собирается тянуть коллектор на лучевую систему утопления, скажу, дерзайте, в этом нет ничего сложного. Посмотрим, как будет дальше при заливке полов. Как ты думаешь, сможем ли мы в этом году заехать в дом? Что нам для этого? Конечно! Конечно! Вот именно так размышляют истинные оптимисты. Наша семья такая. Да? Друзья, на самом деле я почти довязал уже всю сетку. Смотрите. Осталось совсем немного. Я просто сейчас вяжу, 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 хожу, вяжу. О, это такой шедевральный получился просто. Изгиб. Сейчас вы мне накидаете, конечно же, комментарии, что это все коряло, криво и не стоит, но мне нравится. Вот, осталось только вот эту часть сейчас сеткой завязать. И у нас коммуникации готовы для дальнейших работ. Так вот, я хожу, вяжу, 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 сижу, сижу, вяжу и думаю... Да. Это вся моя мысль. Я просто думаю, да. Да. Сколько работы. А я еще начал фасадом заниматься, да, в такое нелегкое для страны время. Вы видите, грусть на моем лице? Нет, ее не будет. Потому что мы 100% справимся. И когда подходишь к работе вот именно с таким настроением энтузиастом, энтузиазмом, то все получается. Женя такая... Ну ладно, это я видео не вставлю. Ах, класс. Так, смотрите, суть-то какая, друзья мои. Я вам сейчас покажу коротко и наглядно. Готовый узел. Готовый узел. Там, там и там. Все готово. Осталось просто радиаторы привезти, навешать их. Это время не займет буквально полдня. Навязать теплые полы, которые я хочу вязать чуть потеплее. То есть будет плюс 5, плюс 7 в доме. И начну вязать. И еще момент. Ребят, мне советуют пертовскую трубу. Перт фирма Кан. Кан, как-то Кан. Знаете, Кан? Что-то типа Кан. И это Перт. И говорят, что это самая нормальная труба для теплых полов. И больше не трепись. Ставь 16 трубу пертовскую вот этой фирмы Кан. Это не реклама. Я просто действительно... Ну, есть такая труба. Она есть в городе. И цена ее просто вкуснейшая. То есть на весь этаж мне обойдется в районе 10 тысяч рублей. Представляете? При том, что я делал ПЕКС. 100 метров в бухту мне обошлась 10-800. А здесь 600 метров, но пертовской трубы. Как мы знаем, Перт это не совсем сшитый полиэтилен. Это просто полиэтилен. И он не может нагреваться якобы свыше там 60 градусов. И то кратковременно. Вот скажите, как считаете, нормальный этот ход? Или все-таки на ПЕКС разорится? Но с Пертом я бы это все сделал быстрее, конечно. Еще раз объясню. Моя задача на ближайшее будущее подготовить этот этаж к заливке пола. Начнутся первые теплые деньки, что в доме будет стоять плюс. Я опрессую всю систему, дам в нее давление, залью это простой колодезной водицей. И все, и начнем заливать пол на первом этаже. В подвале я хочу миксерами, то есть слить через окна. А здесь нам в любом случае придется лить своими силами. 100 квадратов, 10 кубов. Ну, пескобетон это не так уж и тяжело. То есть, как вы понимаете, у нас сейчас две работы идут параллельно. Это утепление и отопление. Я их разбил в разные плейлисты, поэтому кому что интересно, смотрите плейлисты у нас в разделе видео на канале. Так, ну, что я могу сказать? В принципе, мы сегодня справились. Здесь осталось только сейчас мне доделать здесь сетку довязать, а моей любимой жене осталось допылесосить на всех этажах. То есть, мы хотим сейчас чистенькое сделать в доме. Просто потому, что периодически вон там попадает всякая грязь. Вот я сегодня гвоздь там нашел. Реально, маленький гвоздик, который мог натворить много больших дел. Сейчас мы все пропылесосим, свяжем сетку. Ну, и в следующем видосе, дай бог, начнем с вами дальше утепляться. Или отопляться, не знаю. Следите за каналом. До скорых встреч, пока. Продолжение следует...